Авария на парковке. Водитель задел стоящий рядом автомобиль. Повреждения незначительные, но ехать сервис все равно придется. Правда, в этом случае не нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции. Согласно последним поправкам в ПДД, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, то водители в обязательном порядке оформляют европротокол. Если раньше европротокол, так сказать, составлялся где-то по желанию и при наличии справки ЕБДД, страховые компании все-таки это решали с 1 июня, европротокол является обязательным. То есть до 100 тысяч ЕБДД на место ДТП не поедет. Для заполнения европротокола должны быть соблюдены определенные условия. В ДТП участвуют два транспортных средства, не причинен вред здоровью и каждый из водителей сострахован по договору ОСАГО. Если все так, то водители могут оформлять документ, то есть извещение, которое прилагается к полюсу. Необходимо также сфотографировать место происшествия и записать все необходимые факты. Заполнять документ нужно разборчиво. При этом нужно следить за тем, чтобы информация копировалась на второй лист и при необходимости сильнее нажимать ручкой на бумагу. Все графы рекомендуется заполнять печатными буквами. Оставшиеся незаполненные места следует прочеркивать, чтобы исключить добавление лишней информации. В европротоколе также нужно отметить места повреждения у обоих автомобилей и зарисовать план ДТП. Если информация не умещается на обратной стороне листа, то к документу можно приложить дополнительный лист бумаги. Но нужно сделать небольшую пометку с приложением. Оба участника ДТП забирают себе копии протокола. Оба участника ДТП, каждый в свою страховую компанию в течение пяти дней должны отнести извещение об этом ДТП. Во-первых, тот, кто потерпевший пишет одновременно заявление о прямом возмещении убытка, так называемый ПВО, а тот, который, так сказать, виновник к своей компании относит, ну, хотя бы для того, чтобы потом компания, которая выплачивает потерпевшему, чтобы не предъявил к нему регресс. Поэтому, если он свои обязательства не выполнит, то может, в общем-то, налететь на большие, в общем-то, суммы, которые к нему будут предъявлены. Согласно новым изменениям, водитель, который не согласен с решением страховой компании, должен приложить данные с GPS-трекера в машине. По словам председателя Комитета торгово-промышленной палаты по страхованию, все эти нововведения должны значительно упростить жизнь автолюбителям. На сегодняшний день у нас, я не знаю, где-то там по разным компаниям разные цифры, там 20, 30, 50 процентов, там уже очень много оброняется через Европротокол. Вот то, что это делается для того, чтобы, во-первых, разгрузить вот эти вот пробки, во-вторых, облегчить саму ситуацию с урегулированием убытков. Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...